Посередине высоких сопок и уходящих вдаль бескрайних равнин высится причудливой формы гора трезубец чем-то напоминающая виллы аиртау в народе больше известная как монастыри видна практически из любой точки в округе на приличном удалении видно загадочный трезубец и из областных центра и по дороге из семипалатинска риддера алматы словно три сторожевые башни возвышаются горные вершины над облаками будто бы охраняя что-то ценное и важное сокрытое от посторонних глаз кто-то приезжает сюда отдохнуть на берегу одноименного названию гор озера другие же едут в надежде дотронуться до исполинов и посидеть на седле аиртау но объединяет эти места одно это их доступная близость а также широкая популярность среди туристов и отдыхающих и сегодня я предлагаю вам совершить небольшую прогулку по этим не побоюсь этого слова известным туристическим местам вместе со мной с озером аир я знаком еще с малых лет в юношеской памяти в голове отложилось название три монастыря именно так называл отец три вершины которые хорошо виднелись из города возможно это связано с древним преданием согласно которому много лет назад на месте этих гор существовал калмыцкий монастырь где жили монахи за грехи монахов монастырь окаменел застыл а в одной из монастырских пещер поселились разбойники которые спрятали в ней клад закляв вход в пещеру всякого кто пытался завладеть тем кладом отбрасывала сильным ветром вырывавшимся из пещеры так и остался тот клад лежать там и по сей день спустя много лет в памяти всплыли забытые воспоминания и вот я здесь трасса а 350 больше известная как алматинская сегодня безмолвно изредка проползет мимо тяжелый грузовик или промчится спешащая куда-то легковушка сворачиваю с дороги на проселок подмерзшая грунтовая дорога огибая гору монастыри слева приводит в небольшое казахское село сартымбет насчитывающие несколько дворов сразу за селом взору открывается то самое озеро в эту пору покрытое толстой коркой льда сегодня здесь людно кто-то приехал побегать на острых лезвиях по замерзшему водоему кто-то посидеть возле пробуренной лунки с удочкой в надежде вытянуть свою золотую рыбку у меня же ни коньков ни удочки с собой нет зато есть огромное желание когда-нибудь прикоснуться к вершине аиртау и посидеть на ее седле после восхождения на гору сорокина не покидает желание покорять все новые и новые вершины по сей день не могу забыть то чувство когда стоишь на макушке горы пропуская через себя всю ее энергетику огибая озеро слева грациозно пасущиеся лошадки внимательно наблюдают за каждым моим действием но камеры при этом не боятся еще бы ведь это их родные места и просторы и не каждый день приходится им видеть чудака с камерой подобно мне который с любопытством рассматривает разномастных скакунов вскоре я въехал в какой-то сказочный город с гигантскими каменными исполинами причудливой формы и внушительных размеров словно рука невидимого скульптора поработала здесь много веков назад создав этот древний музей под открытым небом но даже на фоне всего этого великолепия аиртау выглядит величественнее и я бы даже сказал загадочнее приковывая взгляд и будто бы бросая вызов покорить ее вершину оледенящая душу тишина стоящая у ее подножия добавляет в пребывание здесь какой-то мистики и загадочности пробирая до самого нутра виды просто шикарные я бы даже сказал бомбически на всем протяжении пути я наблюдал как гора монастыри и гора и рта у меняют свои очертания и то что я видел с расстояние 50 километров и то что я вижу сейчас это совершенно разные пейзажи и очень сложно сказать даже что это одна и та же гора точнее одни и те же горы позади меня можно разглядеть кусочек озера аир или как его еще называют в народе монастырская а прямо передо мной величественно расположилась гора и ртау высотой чуть более тысячи метров и с ее просто живописной потрясающей седловины на которую очень хочется забраться сейчас постараюсь найти объездочку как можно было бы проехать это ущелье которое соединяет озеро аир с озером так называемым мертвым озером которое расположено немного выше сейчас пробраться сюда вряд ли получится потому что снег очень рыхлый как раз в этом ущелье но попробую на будущее поставить точку и вернуться сюда в будущем чтобы обязательно подняться на эту седловину и с высоты птичьего полета посмотреть на те виды которые оттуда открываются то что начало происходить дальше не поддается никакому здравому смыслу в поисках пути объезда ущелья я увлекся настолько что даже и не заметил как оказался на небольшом плато у подножия горы отсюда можно было увидеть кусочек того самого мертвого озера показавшегося из-за россыпи камней но самое главное отсюда открывался захватывающий вид на гору трезубец сердце учащенно бьется то ли от восхождения на плато то ли от столь волнительного момента когда в прямом смысле этого слова ощущаешь дыхание могучего каменного исполина заманивающего своей обманчивой доступностью что-то я уже увлекся искал переезд через ущелье через ручеек а в итоге начал подниматься гором на самом деле это занятие очень сильно затягивает но времени сегодня подняться туда нет и снег очень глубокий проваливаюсь местами по колено а так в целом в общем нас держит дошел до какой-то вешки сейчас занесу ее в карту и буду по ней уже потом ориентироваться в принципе до этого места можно попробовать доехать до автомобиля но это только тогда когда откроется земля потому что сейчас не видно ничего буквально торчат маркушки кустиков а весной и летом можно вот будет попробовать сюда закарабкаться тем самым сэкономить силы и уже примерно с этого места начинать подъем короче говоря ехал сегодня на озеро в итоге заинтересовался горой аиртау очень обалденное зрелище просто сейчас такое ощущение что нахожусь где-то в горах в риддере макушка горы настолько кажется высокой хотя всего около тысячи метров чуть больше с хвостиком в риддере вышивановский белок в два а то и в три раза выше но сидя здесь чувствуешь себя маленькой песчинкой по сравнению с этой громадиной но а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В высоте около 600 метров Запоминаю эту точку В принципе отсюда можно будет уже начинать подъем На автомобиле до сюда уже добраться не получится Его придется оставлять немножко ниже Там где был осиновый лесочек Отсюда вверх около 400 метров До седловины и до макушки горы Айртау Здесь за моей спиной находится Некое подобие стены Сложенная из плоских камешков Где-то я читал что У подножия горы Айртау Находится стена плача Возможно это она Я уверенно говорить не смогу Ну все запоминаем эту точку Времени у нас 2 часа Начало третьего Возвращаемся к автомобилю С чувством почти выполненного долга Поставленных целей на будущее И попробуем прокатиться еще в одно место В котором я не был Буквально вчера перед выездом Нашел небольшое озерцо Оно именное Это не то озеро мертвое О котором я говорил Оно находится немножко в другой стороне Попробуем туда проехать И посмотреть что он у себя представляет Тяжело оставлять непокоренную вершину До которой рукой подать Успокаиваю себя лишь тем Что в сегодняшней задаче Не входил подъем на макушку Айртау Тем не менее Прекрасно понимаю Что мысль о восхождении Теперь надолго засела у меня в голове Дорога к именному озерцу На первый взгляд простая Оказалась весьма обманчивой Часто на пути возникали Высокие переметы Которые не всегда удавалось объехать Но легкая и ладно скроенная Нива Одно за другим Удачно преодолевала все эти препятствия Решительно следуя к намеченной цели Загадочное озерцо Расположенное у подножия горы Салектас Для меня сегодня стало открытием И еще одним подтверждением того Как мало знаком я с родным краем А ведь неизведанное Находится порой совсем рядом Озеро Макитколь Естественного происхождения Расположено оно на высотной отметке Чуть более 450 метров По своим размерам водоем небольшой Берега заросшие Наверняка в озере этом водится рыба Вот только какая и сколько Большой вопрос Недаром ведь нет здесь ни одного рыбака Спокойствие вокруг Умиротворение Жаль что эту атмосферу гармонии и блаженства Нельзя взять с собой Да и вряд ли уживется она С вечной суетой и спешкой больших городов Где вроде бы все живут вместе Но при этом каждый живет в своем собственном мире Закрытом для остальных В мире который перегружен Насущными делами и бытовыми хлопотами И в котором нет места тому спокойствию Которое царит у подножия горы Аиртау И у берегов озера Макитколь Здесь нет места суете и спешки И кажется что даже время не властно Над этими местами Вдобавок ко всему Здесь на озере Макитколь И у подножия горы Аиртау Стоит какая-то Изумительная И непередаваемая тишина Когда снимаешь кадры Задерживаешь дыхание И волей-неволей ощущаешь Что ты присутствуешь где-то Не на этой земле Где-то в невесомости, в космосе Потому что Такой тишины Я не слышал еще никогда Очень редкие случаи были Но их можно пересчитать По пальцам одной руки Сейчас я перестану говорить И специально Дам возможность послушать эту тишину Возможно будут шумы От микрофона камеры И не получится передать Той красоты Той гармонии Которая Здесь ощущается Но сейчас Попью чайку Сделаю небольшой перекус Перед дорожкой И отправлюсь В обратный путь Точки занесены на карты Это озеро я отметил На будущее Нашел здесь участок С довольно таки ровным льдом Не знаю честно говоря Почему здесь никто не рыбачит Возможно Чего-то не знаю я Об этом озере И занес Точку Место подъема На Гору Аиртау Обязательно В будущем Постараюсь туда забраться Потому что После восхождения На вершину горы Сорокина Я не могу передать Те чувства Которые испытываешь Когда Добиваешься Поставленного результата И горы Это действительно Какое-то безумие Которое начинаешь понимать Когда стоишь У их подножья Покидая эти места Я твердо решил Для себя вернуться Сюда однажды Вновь Чтобы Испытав Свои силы И возможности Получить в награду Те ощущения Которым в современном мире Нет цены И которыми Невозможно Поделиться Даже при самом Большом желании И пусть Пусть сегодня Иртау В народе Больше известная Как монастыри Осталась для меня Недоступной Продолжая Охранять Нечто ценное И важное Сокрытое От посторонних глаз Загадочная гора Трезубец Еще долго Будет жить В моей памяти Напоминая о себе Загадочными формами Похожими На три монастыря Которые видны Практически Из любой точки На приличном От гор Удалении Продолжение следует